Перед тем, как я начну это видео, я хочу поблагодарить всех наших дорогих зрителей и подписчиков за вашу поддержку. Спасибо за вашу любовь, за ваш теплый отклик, за ваши комментарии, за то, что делитесь нашим видео, за то, что это так важно для вас. Спасибо, дорогие! Итак, с вами снова я, Махараджа Александр и моя драгоценная жена Арчена. Намастай! Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций получает для нас важнейшие божественные послания о самых главных проблемах, волнующих сегодня человечество. И делится этими посланиями с нами. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Особо хочу сказать всем заказчицам и заказчикам Арчены, которые ждут своего часа, когда Арчена даст им ясновидение, диагностику, исцеление, что Арчена работает с вами и каждый в свое время получит. Сегодня Арчена приготовила для вас важное послание. Итак, предоставим слово Арчене. Пожалуйста. Информация, которая приготовилась сегодня для вас – это очень глубокое знание и очень важная информация. Это применимо к той ситуации текущей, которая сейчас есть и в вашей жизни, и в глобальном смысле. Задумывались вы когда-нибудь о том, что наша жизнь, наше человеческое тело – это больше, чем просто физическое тело? Если мы заглянем в древние времена, то мы увидим, что всегда существовали понятия духа, духовной жизни. Древние уже прекрасно знали о том, что существует майя, то есть иллюзорный мир. И сейчас ученые подошли вплотную к отгадке глубины познания этого мира. То, что мы считаем важным, есть иллюзия, создаваемая энергией и светом. Все наше тело состоит из атомов. И все, что состоит из атомов, если идти дальше, за пределы атомов, то оказывается, что все это за пределами материи. То, что находится за пределами материи – это невидимая нами сила, которая создает этот мир. Как бы ни казалось наше тело нам материальным, это иллюзия, поскольку состоит оно из сочетания света и энергии. То, что мы видим как физическая структура, то в божественном мире выглядит как абсолютная энергия. Все друг с другом взаимодействует, один к одному, к другому. Ну, основа из этого о том, что я говорю, что мир есть во многом обман. То, что мы видим, не так это все на самом деле выглядит. А правда, она пугает людей. Издревле те, кто управляли миром, всегда стремились лгать людям, вводя их в различные иллюзии. Каждый день различные медиа программируют вас, создавая ту матрицу лжи, в которой все погружено. Энергия матрицы очень плотная. Цель этой матрицы – погрузить человечество в глубокий сон, в глубокую магию. Мир сейчас радикально изменился по сравнению с тем миром, который был раньше. Пробудиться от этой матрицы, выскочить из нее невероятно сложно. В тот момент, когда вы просто рождаетесь из материнского лона, в этот момент вы настроены целиком на божественные вибрации. Но далее начинаются всевозможные ограничения, по мере роста человека на него накладываются всевозможные лимиты. Ограничения, и человек теряет вот эту связь с божественным истоком. Поскольку сам социум, он запрограммирован на то, чтобы держать людей в низких вибрациях. Достигнув подросткового возраста, уже в духовном плане многие люди мертвы, поскольку энергия из них выпита, выжитая, и они встроены в эту матрицу. И жизнь так устроена, что начиная с 18 уже примерно ничего другого не остается, кроме как бежать за материальными ценностями, за этими иллюзорными абсолютно ценностями и играть по правилам этого социума. Но все это бегство, это бегство за абсолютно иллюзорными ценностями. Это абсолютно неорганичная сила, чужеродная сила, которая управляет миром, в ее целях как раз заключить людей в такую матрицу, чтобы они бежали вечно за этими иллюзорными ценностями, уставали и не имели возможности, как говорится, поднять голову и взглянуть на что-то другое. То есть, когда человек достигает 18, он уже духовно мертв, хотя вроде бы и не похоронен. И когда человек достигает 30, он уже потерял к этому времени все вдохновение жить, весь интерес к жизни. Если мы посмотрим, а что же происходит за спиной у людей, происходит, что вот эта неорганичная сила, внешняя сила, которая правит миром, она хочет погрузить человека в то, чтобы он был в депрессии, чтобы он был уставший, чтобы он был отчаявшийся. Задача в том, чтобы ответ человека, чтобы он не смотрел вглубь себя, не искал там связи с Богом. Почему они хотят вот этого разъединения? Поскольку однажды, если вы пробуждаетесь, вы понимаете, что вы живете не ту жизнь, которую хотели бы жить, не своей жизнью. Так что же они делают, эти власти? Они заставляют вас потерять вашу свободу, чтобы вы жили не по своей воле, а так как им выгодно. Если мы посмотрим в глобальном смысле, что же происходит, мы увидим, что это своего рода эксперимент над людьми. Они лгут вам прямо в лицо. Вас разыгрывают каждый день. И многие люди даже не подозревают об этом. Они хотят, чтобы вы застряли в определенной своей кондиции, не развивались. Вам нужно знать, как они контролируют. Они контролируют через четыре базовых эмоции. Страх, чувство вины, чувство горя и чувство стыда. Лучше пробудитесь и думайте сами, самостоятельно. Поскольку они, их цель сделать из вас рабов ума. И вы даже не подозреваете об этом. Предсказания знаменитой провидицы Арчены о будущем России и мира сбылись все до одного. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это прекрасное послание. Спасибо, Арчена. Спасибо тебе. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Напишите в комментариях все, что вы думаете об этом. Поставьте ваш лайк. Подписывайтесь на наши видео. И до новых встреч на наших видео. Намаспай Субтитры создавал DimaTorzok